Один из самых ответственных этапов вступительной кампании – централизованное тестирование. Сегодня у нас в гостях человек, который знает о нем все. Это начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи при Гомельском государственном техническом университете имени Сухого Владимир Иванович Глазунов. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Иванович, какие сроки определены в этом году для регистрации и прохождения централизованного тестирования? Владимир Иванович, сроки ЦТ у нас не меняются уже много лет. Регистрация начинается 2 мая, заканчивается 1 июня. А само тестирование у нас начинается обычно 13 июня. Ну, последний день мы пока что не можем сказать о графике, потому что не подписаны документы. А где будет проходить централизованное тестирование? В этом году централизованное тестирование, как и в прошлом году, проходит в шести пунктах тестирования. Это 4 университета города Гомеля. Это государственный университет имени Франциска Скорыны, наш транспортный университет, технический университет имени Сухого и университет потребкооперации. В городе Мозырь участвуют в тестировании мозырьский государственный педуниверситет Шамякина и светлогорский индустриальный кулич в городе Светлогорске. Владимир Иванович, а какие изменения произошли в процедуре централизованного тестирования? Расскажите. Ну, если говорить о процедуре, наверное, изменений там не так много. А вот если говорить о самом ЦТ, хотя бы на стадии регистрации, то здесь мы видим уже возможность абитуриентами сдавать четвертый предмет. Я хочу отметить, что, в принципе, это может быть не только профильный предмет, это может быть, предположим, дополнение к русскому языку, белорусский язык. Кроме этого, сертификаты, которые получит абитуриент по окончании тестирования, могут быть использованы, если не в этом году, то в следующем году. И кроме этого, в этом году для тех абитуриентов, которые по уважительной причине, а эта причина подтверждена документально, предусмотрено три резервных дня, в отличие от прошлого года, когда резервный день был один. Ну, я думаю, что это справедливо, потому что те абитуриенты, которые, предположим, попали в больницу и длительно лечились, они смогут тоже сдать вступительные испытания. Владимир Иванович, какие минимальные баллы необходимо набрать на централизованном тестировании для того, чтобы поступить в ВУЗ? В этом году, мы знаем, произошли определенные изменения. Ну, как таковых изменений я не увидел в постановлении Министерства образования. Сегодня русский и белорусский язык остался на уровне 10 баллов, физика, математика, химия, биология на уровне 15 баллов, но остальные гуманитарные предметы на уровне 20 баллов. Но единственное, что нужно помнить нашим абитуриентам, что, когда мы говорим о первом профильном предмете, эти баллы и к ним и относятся. А когда мы говорим уже о втором профильном предмете, то эти баллы понижаются еще на 5 баллов. Ну, и уточнять я не буду, наверное, сегодня, что для ряда ВУЗов, это университеты силового блока, Академия МВД, там, в общем-то, и сельхозвузы, это планка немножко пониже. Спасибо, Владимир Иванович. Каждый год из аудитории удаляют абитуриентов, которые попытались пронести телефон или воспользоваться шпаргалками. Поэтому рассчитывайте только на свои силы и оставайтесь с нами. Мы продолжим тему качества и доступности образования.